Конец марта. Время, когда выпускники школ определились с предметами, которые будут сдавать с ЕГЭ, но до конца пока еще не определились с вузом и профессией. Программы в университетах и колледжах меняются, появляются новые. Иногда и школьники, и родители не успевают отследить новые интересные направления образования, внимательно изучить правила приема. И хотя до сдачи выпускных экзаменов еще есть время, но звонки в нашу студию уже поступают. Наши телезрители просят пригласить экспертов, а лучше самих представителей вузов, для разъяснения многих нюансов приемной кампании этого года. И сегодня мы вместе с гостями в студии попробуем подробнее рассказать о приемной кампании в вузе, которая уже три года успешно работает на новой площадке Воденцова, о Московском государственном институте международных отношений. И сегодня мы пригласили в студию Елену Александровну Козловскую, заместителя директора филиала МГИМО. Здравствуйте. Игбала Дилевича Гулиева, заместителя директора Международного института энергетической политики МГИМО. Здравствуйте. Екатерину Аркадьевну Литвинову, секретаря приемной комиссии кампусом. Здравствуйте. Марина Вячеславовна Воробьева, директор колледжа МГИМО. Здравствуйте. Это большое мероприятие приемной кампании, длится она не один месяц. Как будет проходить приемная кампания 2018 года? Есть ли изменения в правилах приема для абитуриентов в этом году? Вопрос для всех. И прошу начать наш разговор Елену Александровну Козловскую, заместителя директора кампуса МГИМО Воденцова. Итак, в двух словах. Одинцовский филиал МГИМО – это часть единого образовательного пространства МГИМО. И сегодня он состоит, включает в себя лицей МГИМО имени Горчакова, колледж МГИМО, бакалавриат, магистратуру и программы дополнительного образования. Сегодня хотелось бы подробнее рассказать о бакалавриате и магистратуре. Конечно, качественное образование – это фундамент будущей успешной жизни каждого из нас. И изменения, которые происходят в экономике, в обществе, постепенная цифровизация экономики не могут не отражаться на программах, которые мы предлагаем нашим будущим студентам и магистрантам. В этом году Одинцовский кампус МГИМО запускает три новые программы бакалавриата и две новые программы магистратуры в дополнение к тем программам, на которые мы уже вели прием в этом учебном году. В этом году мы впервые в МГИМО открываем программу по направлению бизнес-информатика под названием «Анализ и моделирование социально-экономических процессов». Здесь МГИМО входит в новую для себя область, область цифровой экономики, прикладной информатики, анализа данных и других дисциплин математических. Впервые на эту программу было принято решение не требовать с наших абитуриентов экзамена вступительного по иностранному языку. Вместо него мы будем просить результаты по информатике и компьютерным технологиям в качестве вступительного экзамена. Другая новая программа, приемную, которую мы открываем в этом году – финансовая экономика. Программа двойного диплома с британской бизнес-школой Хенли. И на этой программе предполагается, что два года наши студенты будут учиться в Одинцовском кампусе, а на третий и четвертый курс, по их желанию, они могут поехать, получать образование в британском кампусе бизнес-школы Хенли. Третья интересная программа, которую мы запускаем в этом году, связана с интернализацией нашего образования – это англоязычный бакалавриат «Лингва страноведения России». И на нем преподавание в первые два года будет вестись полностью на английском языке с постепенным переходом на русский язык. – Ну, вообще, я вижу, что действительно огромная работа проводится для того, чтобы и разнообразить, и сделать более интересным программы направления для поступающих, для абитуриентов. Ну, вот у меня к Екатерине Аркадьевне вопрос. Екатерина Аркадьевна, а если можно, какие изменения в правилах приема для абитуриентов? Потому что я знаю, что это тоже достаточно такая динамично меняющаяся область, да, и буквально до последнего могут быть какие-то там изменения, какие-то новшества. Вот на сегодняшний день что вы можете сказать? – Еще раз подчеркну, что у нас с МГИМО единое образовательное поле, единые преподаватели, единый прием на программу бакалавриата, и наши студенты, они являются студентами МГИМО. Так вот, единый прием, единая приемная комиссия была создана еще два года назад, когда мы только-только вступали вот в эту часть общего пространства МГИМО. Единая приемная комиссия подразумевает организацию двух площадок по приему документов от абитуриентов. Во-первых, это площадка в МГИМО, центральное МГИМО на проспекте Вернадского, а другая площадка в Одинцово, в Одинцовском кампусе. То есть абитуриент, житель Одинцовского муниципального района, он совершенно спокойно может приехать, подать документы в МГИМО к нам в филиал. Мы еще говорим о том, что мы не ведем прием на программы Одинцовского кампуса, наши абитуриенты поступают в МГИМО на программы, которые реализуются в Одинцовском кампусе. Всего 12 таких программ. В 2018 году мы объявили прием на программы по направлениям подготовки, такие как юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, политология, лингвистика и бизнес-информатика. Эти программы востребованы, очень пользуются популярностью. Сейчас, в этом году и в последующий, я думаю, что любой абитуриент подает заявление в 5 ВУЗов на 3 направления подготовки. Причем на каждое направление подготовки, подая документы, он может участвовать в конкурсе на любые программы в рамках этого направления подготовки. А поскольку у нас единый прием и единое заявление, то наши абитуриенты могут комбинировать программы как филиала, так и программы главного МГИМО. Вот в этом такое преимущество есть. Но условия поступления немножко иные у нас, чем в главном МГИМО. Это касается, например, проведения дополнительного вступительного испытания. В МГИМО на некоторые направления подготовки проводятся ДВИ по иностранному языку. У нас такого нет. И пока это является для наших абитуриентов преимуществом. Дальше различия касаются и минимального балла вступительного испытания. Например, в МГИМО есть такие границы по минимальным баллам. Это по русскому языку, по иностранному языку в 60 баллов. У нас пока такой границы нет. Дальше такой наиболее важный фактор поступления – это, конечно же, наличие правильно выбранного ЕГЭ. Мы принимаем абитуриентов по трем ЕГЭ. Это русский язык обязательно, иностранный язык обязательно. А третий ЕГЭ зависит от того, на какие направления подготовки абитуриент поступает. Если это юриспруденция, тогда третьим ЕГЭ является общество знаний. Если это направление подготовки по экономике, государственному и муниципальному управлению, менеджменту, то третьим ЕГЭ является математика профильного уровня. А если же это лингвистика и политология, то третьим ЕГЭ является история. Но, как и в любом правиле, есть исключение, то это у нас тоже такой момент есть – это бизнес-информатика. Новая программа, на которой не требуется ЕГЭ по иностранному языку. А русский язык мы принимаем математику профильную и информатику и ИКТ. Еще такое новшество, очень существенное в этом году, нам выделили бюджетные места. Всего по филиалу 35 бюджетных мест по юриспруденции, экономике, политологии, лингвистики и бизнес-информатике. Это прорыв для наших абитуриентов. И я думаю, что любые абитуриенты МГИМО, в том числе жители Одинцовского района, должны воспользоваться таким правым и преимуществом. Екатерина Аркадьевна, есть ли еще какие-то возможности для абитуриентов получить бесплатное образование? Еще предлагаются ли какие-нибудь варианты, помимо, скажем, этих бюджетных мест? Хочу добавить еще, что нам выделяют пять грантов губернатора. Получить гранты губернатора довольно-таки просто, но нужно соблюдать некоторые условия. Во-первых, абитуриент должен быть жителем Подмосковья, закончить школу, муниципальную школу, не частную, не коммерческую. И в-третьих, самый такой важный фактор, у него должен быть хороший балл ЕГЭ по сумме трех ЕГЭ. Ну и теперь хотелось бы, чтобы Игорь Владимирович у нас присоединился к нашей беседе. Один из самых интересных для будущих абитуриентов Кампуса Моментов – это возможность обучаться в Международном институте энергетической политики и управления инновациями. Он существует уже в МГИМО 15 лет, и мне бы хотелось, чтобы вы, как заместитель директора МИЭП, рассказали, как будет проходить у вас приемная комиссия в этом году, насколько серьезные отличия, и в чем разница между программами, насколько вообще велика их привлекательность, того, что вы предлагаете вашим абитуриентам. МИЭП на площадке МГИМО-Одинцова активно занимается вопросом подготовки уникальных специалистов, которые остро востребованы организациями и компаниями Московской области. Это специалисты мирового, международного уровня в области инновационной экономики и политики. В этом году МИЭП на территории Одинцовского кампуса предлагает две программы – бакалавриата и одну магистрскую программу. В рамках бакалавриата – это программы «Мировая экономика и инновации» по направлению экономика и «Международный бизнес и управление инновациями» по направлению менеджмента. В рамках магистрской программы – это магистрская программа в очно-заочной форме обучения. Это предназначено для тех, кто хочет получить второе высшее образование. Наши образовательные программы МИЭПа в рамках Одинцовского кампуса сфокусированы на чрезвычайно актуальных и важных не только в рамках нашей страны, но и всего мира, в важных вопросах развития инновационной и цифровой экономики. В рамках новых программ бакалавриата и магистратуры наши студенты рассматривают такие вопросы, как стратегический менеджмент инноваций, это развитие предпринимательства в инновационной сфере, это инвестиции в инновации, это расчет и экономика, и финансы в инновационной сфере. Особое внимание в рамках наших программ уделено вопросам международного инновационного сотрудничества, а также вопросам правового обеспечения инновационной деятельности. С учетом указаний руководства страны в области развития цифровой экономики в целом, а также с учетом обновления стратегии развития наших ведущих корпораций, мы в этом году дополнили наши программы новыми курсами. Эти курсы рассматривают такие вопросы, актуальные, как интернет-технологии, цифровые технологии, это проблемы кибербезопасности, это информационные системы бизнес-моделирования инновационных процессов и так далее. То есть самое востребованное, можно сказать, на сегодня направление. Самое востребованное на сегодня, да, это направление. По поводу приемной кампании хочется добавить, что в прошлом году, в 2017, у нас все программы бакалавриата и магистратуры МИЭП в Одинцовском кампусе были очень востребованы, доказали свою востребованность и вызвали очень большой живой интерес у абитуриентов. Отвечая на ваш вопрос по разницу МИЭП на проспекты Вернадского и в Одинцово, следует отметить, как я уже сказал, что здесь, в Одинцово, мы делаем упор на программы, связанные с инновациями. Здесь, в Одинцово, не нужно сдавать дополнительные вступительные испытания. Зачисления на программы МИЭП здесь проходят по результатам конкурса, по баллам конкурса ЕГЭ, и про минимальные баллы также они установлены в Рособорнадзор. Ну и теперь у меня вопрос для всех. Это перспективы дальнейшего обучения для тех, кто заканчивает бакалавриат. Какие есть здесь возможности дальнейшего получения образования? В этом учебном году у нас, конечно, есть магистратура, и в этом году мы продолжаем вести прием на те направления подготовки, которые у нас уже были. И в дополнение к ним открываем две новые программы. Одна из них – программа магистратуры «Менеджмент в образовании», которая ориентирована, адресована в первую очередь кадровому резерву будущих руководителей образовательных учреждений и организаций. Эта программа будет реализовываться в очно-заочной форме для того, чтобы будущие директора школ, завучи, заместители директоров школ могли комфортно получить это образование в вечернее время и выходные. На этой программе мы постараемся поднять на новый уровень подготовку в части управления образовательными организациями, управления финансами, стратегическое управление, управление развитием, взаимодействие с обществом и государством. Другая новая программа, которую мы создаем и запускаем в этом году, называется «Искусственный интеллект» совместно с группой компании АДВ. Это программа в области цифровой экономики и, в первую очередь, ориентирована на тех профессионалов, которые хотят заниматься цифровым маркетингом. Это революционная программа. На сегодня на рынке ничего подобного в этой программе пока нет. А что касается международного сотрудничества здесь, насколько велико это направление? Международное сотрудничество – один из приоритетов развития Одинцовского филиала. И здесь мы уже предпринимаем определенные шаги для того, чтобы в следующем году разработать и запустить программы двойного диплома магистрские. Мы активно работаем с нашими коллегами в Норвегии. Не так давно у нас состоялась встреча с ректорами крупнейших университетов Турции, и они готовы развивать с нами двойные программы, поэтому ждите анонсов. Мне бы хотелось, чтобы, Игорь Владимирович, вы добавили еще. Наверняка у вас тоже есть что сказать по этому вопросу. Да. Наши выпускники бакавриата могут поступить к нам на магистрские программы, которые мы реализуем совместно с нашими компаниями-партнерами. Это компания «Роснефть», компания «Транснефть», «Газпромбанк». Это прекрасная возможность для студентов получить высококлассную практикоориентированную подготовку, пройти стажировку в компании, а в дальнейшем, как это часто бывает, получить приглашение на работу в одной из ведущих и крупных наших корпораций. Кроме того, у нас есть четыре международные магистрские программы, которые МЕП реализует совместно с нашими престижными европейскими университетами. Здесь студенты обучаются как в России, так и за рубежом. Среди вузов-партнеров Международного института энергетической политики можно отметить университет Сент-Эндрюс в Великобритании, университет, который является лидером европейского бизнес-образования университета Луиджи Бакони в Италии, в Милане. Один из старейших университетов – это Лейпцигский университет в Германии, университет НОРД и высшая школа бизнеса в Норвегии, а также ряд крупных образовательных учреждений во Франции, в Японии и Китае. Я так понимаю, что на уровне ректоров идет взаимодействие с УМИЕП, с зарубежными партнерами? Ну, с зарубежными партнерами у нас сначала подписывается соглашение с участием ректора университета, научного руководителя и директора МИЕП, а дальше уже мы запускаем наши и образовательные, и научные программы. Ну и к Марине Вячеславовне вопрос. Теперь, естественно, одно из огромных преимуществ Одинцовской площадки МГИМО – это то, что здесь осуществляется многоуровневая подготовка, и огромное количество вопросов касается, которые задают нам наши телезрители, касается колледжа, касается поступления в колледж, тем более, что опыт прошлых лет показывает, что востребованность огромная у вот именно этого уровня доузовского образования. Что касается этого года, какие изменения внесены, если можно подробнее? Ну, мне бы в целом хотелось сказать о том, насколько востребовано среднее профессиональное образование у нас в стране. Цифры статистические таковы, что 59% девятиклассников в 2017 году предпочли обучение в колледже школьному образованию. Ну и в этом плане наше учебное заведение не стало исключением. У нас был довольно большой поток абитуриентов, и в этом году в рамках предстоящей приемной кампании мы также ожидаем высокий интерес и востребованность программ среднего профессионального образования. В колледже МГИМО реализуется широкий спектр программ доузовской подготовки. И первые, конечно, и самые главные – это основные программы – программы среднего профессионального образования. Довольно большой спектр программ дополнительного образования – это стандартные программы подготовки на курсах подготовительного отделения в вечернее время, ускоренные программы подготовки на подготовительных курсах в вечернее время, модульные программы, которые готовят старшеклассников к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ по различным предметам, по русскому языку, по математике, по обществу знанию, по истории, по иностранным языкам. Ну и, конечно, есть у нас программы, которые ориентированы на выпускников колледжей, с тем, чтобы, обучаясь на этих программах, будущие абитуриенты вузов подготовились к сдаче внутренних вступительных испытаний при поступлении в вуз, но об этом я скажу чуть позже. Мне бы хотелось сказать, что наши программы среднего профессионального образования достаточно традиционные и меняются действительно учебные планы по структуре, вводятся новые курсы, новые модули, потому что выпускников колледжей ожидает нестабильная профессиональная жизнь, ну, собственно говоря, наверное, как и выпускников вузов. Почему? Потому что сейчас очень быстро все меняется. Общее, скажем так, условие работы в профессии таково, что мы наблюдаем усложнение профессий и мы наблюдаем многопрофильность. Поэтому придется выпускникам колледжей и вузов работать в тех специальностях, которых даже сегодня не существует или которые сегодня в зачатке. Как говорят, еще не придуманы. Например, вот, допустим, еще недавно мы не слышали о таких специальностях, как специалист по облачным технологиям или разработчик мобильных приложений, или юрист по вопросам применения искусственного интеллекта. И, соответственно, вот наша задача подготовить сегодняшних студентов, которые обучаются на программах ИСПО, к этим специальностям, к специальностям будущего. И мы, конечно, в этом вопросе работаем и стараемся обучить как студентов, так и преподавателей, которые с ними работают. У нас четыре основные образовательные программы, четыре специальности. Первая – это экономика и бухгалтерский учет по отраслям, квалификация выпускника – бухгалтер. Далее еще одна специальность экономического профиля – банковское дело и квалификация выпускника, которой обучается по ней, специалист банковского дела. Есть специальность гуманитарного направления, право и организация социального обеспечения, образовательный уровень на этой программе базовой и квалификация выпускника – юрист. И есть еще одна довольно востребованная специальность – технической группе специальностей, прикладная информатика по отраслям. Образовательный уровень базовый и выпускается студент уже, ну или можно сказать, правомерный специалист, квалификация техник-программист. Обучение у нас осуществляется в течение двух лет десяти месяцев. По большинству специальностей и только по специальности прикладная информатика по отраслям обучение осуществляется в течение почти четырех лет полных. Что касается кампании этого года приемной, что изменилось? Когда она начнется, во-первых. Она начнется традиционно и в колледжах, и в вузах. Приемная кампания начинается 20 июня. И как только у выпускников девятых классов появятся документы об окончании школы, они могут подавать эти документы в приемную комиссию колледжа МГИМО. Мне бы хотелось сказать, что в этом году мы изменили контрольные цифры приема. На каждую специальность мы будем принимать по одной группе, и в каждой группе будет обучаться 25 студентов. И еще очень важный момент. Не только коллеги с гордостью похвалились, что появились бюджетные места на программах высшей школы. Мне бы тоже хотелось отметить, что у нас впервые в этом году выделены для обучения наших студентов по программам среднего профессионального образования 15 бюджетных мест. Это говорит о двух моментах. Первое – это то, что специальности, по которым выделяются бюджетные места, востребованы. Прикладная информатика по отраслям. И второе – о том, что оценили, как работает колледж. Доверие, наверное, к учебному заредению. Как работает филиал МГИМО на площадке Воденцова. Мне хотелось бы еще, чтобы Екатерина Аркадьевна несколько слов сказала о приемной кампании. Какие документы необходимо подавать для поступления и в университет, и в колледж? Вот если можно, ну, хотя бы так приблизительно сориентировать наших телезрителей. Марина Вячеславовна начала уже разговор о том, что приемная кампания начинается с 20 июня. И это прием не только на программы бакалавриата и в колледж, и на программы магистратуры тоже. То есть с 20 июня мы ждем потенциальных наших абитуриентов на нашей площадке. Какие документы нужно сдавать в приемную комиссию? Ну, это стандартный пакет документов. Он практически не меняется с годами. Во-первых, это документ об образовании. Для программы бакалавриата это либо аттестат о среднем общем образовании, либо диплом о среднем профессиональном образовании. На программу магистратуры это диплом о высшем образовании, потому что в магистратуру могут поступать абитуриенты уже с высшим образованием, либо с дипломом бакалавра, либо с дипломом специалиста. Дальше это паспорт, ну, копия паспорта стандартно, и фотографии. А также у кого есть индивидуальные достижения, то документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений. Многие спрашивают, нужно ли представлять в приемную комиссию медицинскую справку. Нет, сейчас это требование отменили, поэтому справка медицинская не нужна. Ну, вообще, ежегодно в МГИМО поступает огромное количество, по крайней мере, пытается поступить граждан из ближнего и дальнего зарубежья. Хотелось бы, чтобы Вы сейчас в нескольких словах рассказали и о том, есть ли какие-то отличия для них, да? То есть, как будет для них проходить приемная кампания? Ну, я думаю, что, может быть, и Вы скажете, Екатерина Аркадьевна, и, может быть, присоединится у нас Институт энергетической политики. Для иностранных граждан есть условия о сроках приема документов. Сроки приема документов, они немножко здесь более-таки узкие. С 20 июня мы принимаем документы как на программу бакалавриата, так и на программу магистратуры. С тем, чтобы с 12 по 24 июля иностранные граждане сдавали вступительные испытания в УЗИ, потому что они сдают не ЕГЭ, а вступительные испытания в УЗИ. Причем они сдают два вступительных испытания, это иностранный язык и русский язык. Что касается пакета документов, то здесь уже требование усложняется, и более подробную информацию можно узнать на нашем сайте в разделе «Поступающим», потому что они подают документы не только о своем образовании, его нужно настрифицировать, то есть подтвердить соответствие документа нашим стандартам, но и справки медицинские и прочие другие документы, которые в обязательном порядке нужно сдавать в приемную комиссию. Вот такие вот условия для иностранных граждан. Что касается МИЭПа, Николай Владимирович, есть какие-нибудь сложности? Вполне хочется сказать, что традиционно МИЭП как на площадке Навернадского, так и в Одинцово учатся граждане не только России, но и в стран ближнего и дальнего зарубежья. У нас в данном случае действуют единые правила, о которых подробно сказала Екатерина Аркадьевна. Ну, хочется сказать, что МИЭП всегда открыт и рад нашим иностранным студентам. Как правило, эти студенты, будучи уже выпускниками, содействуют развитию отношений России и своих стран в области энергетики и инноваций. Хотелось бы еще детализировать, как поступают в колледж выпускники 9 классов. Во-первых, хотелось бы отметить, что мы принимаем на базе 9 классов старшеклассников в качестве абитуриентов на программы среднего профессионального образования. Законодательство российское таким образом определило условия приема, что выпускники 9 классов не сдают вступительные испытания в большинство колледжей. В наш колледж, колледж МГИМО, также ребята не сдают вступительные испытания, не предъявляют результаты ОГЭ, но у нас есть конкурс аттестатов. Поэтому чем выше будет средний балл аттестата об окончании 9 лет школьного обучения, тем больше шансов у 9-классника поступить. Ну и мне хотелось бы сказать, что в приемную комиссию приходит сам старшеклассник, сам абитуриент, пишет заявление, приносит документы об окончании школы, приносит паспорт, ксерокопию паспорта, также 8 фотографий размером 3х4. Родители, конечно, могут присутствовать при таком волнительном моменте, могут подсказывать, могут участвовать в этом процессе в качестве экспертов и советчиков, но, тем не менее, документы все заполняет школьник самостоятельно. Бывший школьник, а будущий абитуриент. Да, уже будущий студент колледжа. Ну и вопрос такой, немножечко, может быть, болезненный для кого-то. Понятно, что хорошее образование не может стоить дешево изначально. Хорошее образование стоит хороших денег. Тем не менее, наличие бюджетных мест говорит о том, что ВУЗ этот оценен не только абитуриентами, но и государством. Вот мне бы хотелось все-таки несколько слов, чтобы Вы сказали о цене на образовательные услуги в Одинцовском кампусе МГИМО. На программах среднего профессионального образования в этом году стоимость обучения составила 125 тысяч рублей. В следующем году, наверное, будет некоторое повышение, но стоимость обучения адекватная для образования такого уровня. Ну и мы, естественно, проводим мониторинг цен на рынке, на образовательные услуги. И понимаем, что у нас адекватные цены. Смотрим на наших партнеров, смотрим на колледжи такого же уровня, как наш, на стоимость, которая у них установлена. И считаем эту стоимость адекватной. По высшему образованию в этом году стоимость программ бакалавриата составляла 340 тысяч рублей в год. В следующем году окончательное решение по стоимости будет приниматься в апреле, опубликовано. Но мы не ожидаем значительного... Вряд ли в разы оно вырастет. Конечно, нет. Понятно, что речь идет. О коррекции такой. О коррекции с учетом инфляции в стране. И да, эта стоимость конкурентоспособна. Более того, по ряду программ наша стоимость ниже, чем в основном корпусе на проспекте Вернадского, по программам бакалавриата Одинцова. По магистратуре различная стоимость для программ очно-заочных. В 2017 году это было 185 тысяч рублей. И программ, которые реализуются в улочной форме, потому что они короче, они более концентрированы. Там была стоимость около 220 тысяч рублей. Также будет небольшая коррекция на уровень инфляции. Ну что ж, я со своей стороны благодарю вас за то, что вы сегодня пришли. Дали очень ценную информацию нашим телезрителям. Я думаю, что большое число наших телезрителей, детей наших телезрителей, планирует поступление в Одинцовский кампус МГИМО. И, естественно, желаю вам терпения. Желаю хороших, умных, вдумчивых абитуриентов. Ну, а потом в дальнейшем и студентов. Ну, а нашим телезрителям я хочу напомнить, что буквально в ближайшее время стартует уже приемная кампания. Нужно все сделать вовремя, чтобы потом не на кого было обижаться. Свои Дни открытых дверей проводят большинство сейчас уже факультетов МГИМО. Можно прийти и на всех факультетах практически поинтересоваться, задать вопросы и получить на них грамотные, квалифицированные ответы. Ну, а общий день открытых дверей Одинцовский кампус МГИМО проведет 14 апреля. Ну, и тоже, естественно, распахнет свои двери в этот день для всех желающих. Всю информацию необходимую можно получить как на сайте кампуса, так и по телефонам, которые вы в течение нашего эфира видели на своих экранах. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова